Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. На совещании решали текущие вопросы подготовки к новому учебному году. Вышедшим из отпуска педагогам, начальник управления образования пожелала побольше силы находчивости в решении задач, на которые, как правило, выделяют скудное финансирование. Будет удачным лично для вас, в личностном плане, для ваших коллективов, для ваших воспитанников. Хочется, чтобы год был позитивный, богатый на различные мероприятия, на новые достижения, успехи. Но перед тем, как погрузиться в обсуждение понятных только педагогам проблем рабочих моментов, предоставили слово гостям. Сегодня приставы пришли учить, как вспомнить о забытых долгах. Информацию можно получить несколькими способами. Вы либо через поискальник находите официальный сайт fssvrus.ru И если вы хотите проверить физическое лицо, себя или своего близкого человека, то достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения. И если у этого человека имеются какие-либо задолженности в регионе, к примеру, в Кашкортостане, необходимо также нужно будет выбрать регион. Если в данном регионе у человека есть задолженности, эта информация появится. Примечательно, что контролировать можно не только себя, но и других. И привели наглядные примеры. По принципу «доверяй, но проверяй» можно убедиться, что ваш потенциальный партнер по бизнесу не увяз в долгах. Или проверить на благонадежность будущего зятя. Банк данных исполнительных производств открыт для всех, и доступ к нему можно получить разными способами. «Посредством этого ресурса в сети интернет, через официальный сайт управления Федеральной службы судебного пристава, через приложение ФССП для мобильных устройств, а также через портал госуслуг, любой человек может, имеет возможность узнать о наличии задолженности, как у себя, так и у близких». Сюда судебные приставы пришли не в поисках должников. Просто они стараются использовать любой шанс получить доступ к широкой аудитории, чтобы как можно больше людей узнали о новых услугах. И совещание педагогов стало еще одной такой возможностью.